Добрый день! В эфире программа «Молния» в студии Вера Ионкина. Начнем с международных событий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция не получит истребителя-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400. При этом Трамп посетовал на сложность и несправедливость ситуации для Турции, как члена НАТО. Напомню, накануне Раджеп Ардаган сообщил, что начались поставки российских зенитных ракетных комплексов. Кроме того, он заявил о желании наладить с Россией их совместное производство. Владимир Жириновский считает перспективным российско-турецкое сотрудничество. Ну, Россия и Турция продолжается взаимовыгодное сотрудничество. Ведь наши системы ПВО под названием С-400, уже есть С-500 и С-600, они дешевле американских в два раза. Но любой рынок будет покупать более дешевый товар. Но они еще и как вооружение более мощное, ибо они автономны. Турки сами определяют цель и будут ее сбивать. Если не будут покупать американский Патриот, нужно запрашивать разрешение в Вашингтоне. Ну, когда вы успеете получить разрешение и сбить? Секундное дело. И дороже в два раза. Как газ? Русский газ дешевле? Не покупайте. Давайте американский. И это сближение, может быть, по всем направлениям. В том числе русский язык. Все южное побережье Турции, вывески на русском языке. Меню на русском языке. И там огромная русская диаспора. В основном, женщины русские. Вышли замуж. Их более 120 тысяч. Выросли их дети, которые достигли совершеннолетия и участвуют в выборах. Пока на уровне местных органов. Но они могут стать депутатами. Они уже русские и говорят по-турецки. И в этих маленьких мелких парламентах могут участвовать в политической жизни Турции. То есть только плюс. Турция единственное просит это вот помочь вступить в ШОС. Ибо она предполагает, что на каком-то этапе выйдет из НАТО. И ей нужно автоматом находиться в другой мощной организации. К российским событиям Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Курение табака будет разрешено в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции. Курительные комнаты планируется разместить в зонах, где ожидают вылета, зарегистрированные на рейс пассажиры и транзитные путешественники. Фракция ЛДПР проголосовала всем составом против этого законопроекта. Мы категорически против нового закона о возврате курительных комнат в аэропорты. Некоторые средобольные товарищи говорят, ну вот они будут курить в самолете, в туалетной комнате там или в других местах аэропорт. Ну это отступление. Это мы идем на поводу у злостных курильщиков. Я знаю, чьи это мотивы. Есть известные люди. Говорухин покойный говорил, я курил и буду курить. Ну вот ты где уже находишься, Говорухин? Ты в могиле. Рак легкого. Чего хорошего-то? Боярский известный актер. Его сын автор этого закона. Тоже я буду курить, мои курильщики. Вы авторитетные люди. Молчите, если вы курите. В ЛДПР никто не курит. В правительстве никто не курит. Президент не курит. Весь мир бросил курить. А мы идем на поводу на тем курительные комнаты здесь. Давайте там кальянные оставим. Давайте еще где-то сделаем. Нельзя. Как и пиво вернули рекламу. Поэтому против будем. Депутаты ЛДПР предложили несколько вариантов для повышения демографии в России. Один из способов – возрождение клубов и пансионатов для одиноких, где люди смогут знакомиться и заводить семьи. Кроме того, парламентарии предлагают и другой вариант, который нуждается в государственной поддержке. Мы не раз поднимали вопрос. Демография – два резерва у нас. Это знакомить людей. Это и пансионаты, специальные базы отдыха, вагоны для одиноких людей. То есть, чтобы быстрее семьи создавались. Многие люди просто не могут найти спутника. А второе – платить деньги за отказ от прерывания беременности. Обязательно государство заберет ребенка. Женщина имеет право выбора. Она не хочет иметь ребенка. Мы говорим, заплатим тебе деньги, ты роди, мы заберем. Все. Миллионы детей будут у нас. Это быстрее, эффективнее и благороднее, и гуманнее. И здесь опять коммунисты против. Я поражаюсь вообще. Вы покупаете детей, а вы бесплатно в канализацию спускаете. Ну, есть же разница. Аборт – это убийство ребенка. Мы платим деньги, чтобы спасти ребенка. У коммунистов все равно представление, что мы, ЛДПР, предлагаем покупать детей. Хорошо, бесплатно убивайте. Пускай люди выберут сами. Убивать бесплатно или отдать женщине. Это же за здоровье мы платим. Это же великие муки – родить человека. Многие женщины потом больные всю жизнь. А если второй ребенок еще больше – удар по здоровью. И мы не хотим помочь. Это вот проблема. Поэтому мы будем надеяться, что это наши темы все. Чтобы никто к ним не прикасался, мы будем дальше курировать. Менее двух месяцев остается до выборов депутатов. Московскую городскую думу регистрация кандидатов завершена. Помимо представителей политических партий. В этом году большое количество так называемых самовыдвиженцев. Более 40 из них – завуалированные члены партии большинства. Председатель ЛДПР высказал мнение, что одномандатная система абсолютно неэффективна в России. Выборы в Мосгордуму мы считаем в перспективе. Любые выборы в нашей стране только по партийным спискам. Ибо одномандатные округа мешают консолидации, укреплению, сближению. Ибо они работают на того, кто этот округ курирует. Префект в Москве или губернатор, или мэр. И самое главное, ну не может один человек ничего не делать. Он ничего не сможет сделать. Делает политическая партия. То, чего не понимает, например, политолог Матвеевичев. Он защищает предателей. Человек переходит в другую партию, он считает что-то хорошо. Как вот можно? Что это за политолог такой? Ему на Украину лучше ехать. Там как раз предательство поощряется. К другим новостям. Поселок Лавы входит в городской округ Елец Липецкой области, но отличает его от своих соседей отсутствие асфальтового покрытия. Битый кирпич и щебенка – это единственное благо, которым балуют власти жители округа. Недавно в поселке побывал депутат ЛДПР Александр Шерин и увидел так называемую дорогу в городе воинской славы Елец. Встречаемся по приглашению жителей Ельца и изучаем различные проблемы. Это и отсутствие детской спортивной игровой площадки. Мамы составили коллективное обращение, несколько сотен подписей. Хотели бы видеть нормальную современную детскую игровую площадку. Мы на этой площадке только что общались. Конечно, хотелось бы, чтобы там была хоккейная коробка, чтобы мальчишки не с риском для жизни зимой ходили на реку играть в хоккей, а была нормальная цивилизованная площадка. И вот мы находимся на одной из типичных улиц, окраин любого нашего города. Мы видим с вами центральные улицы, которые более-менее заасфальтированы, которые каждые выборы асфальтируют. Ведется такая бурная кипучая деятельность, к которой, в принципе, жители нашей страны уже привыкли. Но самая главная задача, которую должен перед собой ставить руководитель, это, конечно же, работать с людьми в плане того, чтобы слышать, что они хотели бы в первую очередь, чтобы для них сделали. Люди готовы, допустим, потерпеть, чтобы у них лежал старый прошлогодний асфальт на центральном проспекте. Но люди говорят о том, что есть, допустим, те улицы, на которых они живут, по которым им приходится ежедневно, допустим, ездить, возить детей в детские сады, в школу, вызывать машину скорой помощи. То есть та улица, на которой мы находимся, это улица Левобережная, город Елец, которую около 70 лет никто не ремонтировал и не строил. Мы видим под ногами битый кирпич, щебень, который высыпается собственными силами. Отметить день победы над немецко-фашистскими захватчиками в Ельце люди должны с новыми асфальтированными дорогами. Не то, что с новыми, чтобы они вообще в принципе появились. Появились детские площадки, появился свет во дворах, появился свет на улицах, потому что электричество у нас оказывается дорогое. Муниципалитет платить за электричество не может. Газифицировать мы населенные пункты не можем, нет денег. Асфальт проложить в городе воинские слабы не можем, нет денег. Детскую площадку построить, нет денег. Ребята, а мы с каким багажом к 75-й годовщине подошли тогда? Но мы столько говорим, дети войны закон принять в Липецкой области мы не можем, денег у нас нет. Так на что у нас есть деньги? На тротуарную плитку в Быхановом саду? На вот этот политический пиар? Вы собираетесь с касками одетыми на головы, выходите по предприятиям, к вам приезжают чиновники, министры из Москвы, вы ездите в Москву. В новостных каналах это все показывают. Идет предвыборная программа. Но улицы-то не стало от этого. Вот в чем вопрос. Вы заасфальтируйте улицу и покажите людям, город Елец готовится к 75-й годовщине. Город Волицкой слабы. Мы сейчас прервемся на рекламу, а после нее вас ждет беседа с косметологом. Оставайтесь с нами. Итак, продолжаем эфир. Как я и анонсировала перед рекламой, в студии появляется наш эксперт Екатерина Емельянова, главный врач косметической клиники, врач-косметолог. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Екатерина, у меня первый вопрос к людям вашей профессии, к врачам, к докторам. Какое образование должно быть у специалистов вашей профессии? Это очень интересный вопрос, потому что я недавно была на обучении, там дали такие статистические данные, на улице проводили опрос у людей, спрашивали, какое должно быть образование, чтобы колоть губы. И большинство людей ответило курсы. Вот представляете? То есть многие так у нас считают. Но на самом деле, чтобы человек смог подойти и уколоть губы, он должен поручиться 9 лет. То есть это 6 лет на лечебном факультете, либо педиатрия, она тоже подходит сейчас, медицинском университете. Потом 2 года ординатуры, это кожные болезни, либо физиотерапия. И потом еще год на косметолога. То есть образование должно быть очень масштабным, скажем так. А вот то, что сейчас повально действительно курсы люди проходят, ну максимум двухнедельные. Что это за люди? У них какая-то жажда наживы? Или это какие-то веяния моды, не знаю? Или понимание, что ничего человек в жизни сам не может добиться, иначе как-то заработать. Он по-быстрому отучился, точнее даже прослушал курсы. Там же очевидно не знание анатомии, ничего. И пошел деньги зарабатывать. Ну да, мне кажется, что это какая-то лихость может быть, потому что со стороны может казаться, что легко. Ну прослушал 3 часа семинар, где тебе сказали, как, в какое место уколоть, какая глубина. Но никто не думает действительно о последствиях, об осложнениях, о том, что если мы вмешиваемся в организм человека, это живая биосистема. И если мы, даже терапевт выпишет таблетку, от таблетки может быть аллергия. Что говорить о том, когда инородное вещество вводится в губы или в лобную мышцу, допустим? Может быть достаточно много осложнений, которые нужно уметь купировать, а для этого нужны как раз знания анатомии и знания первой, оказания первой медицинской помощи. Потому что если что-то, ну, не дай бог, случается, то вам должны успеть помочь. А если это учитель физкультуры колет вам губы, то, соответственно, конечно, помощи оказана не будет. А что это за помощь? Это должны быть какие-то препараты, находиться в кабинете, где оказывается косметологическая услуга? Или это уже техника специализированная? Не знаю, там, если вдруг при аллергиях бывает, наверное, и сердце как-то иначе ведет. Что это должно быть? Ну, вот для этого мы вот как минимум 6 лет учимся, получаем общее медицинское образование, чтобы мы смогли оказать эту помощь. Потому что это нужны и теоретические навыки, знать, что, какие медикаменты дать пациенту в этот момент. И даже практические навыки, потому что там непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, это тоже нужно уметь сделать. И помимо этого, в клиниках, естественно, существуют наборы для оказания первой медицинской помощи, он не один, их несколько, где это вот такая коробка препаратов, которые нужно уметь пользоваться. И понимать, каким, да? Конечно, когда, что вообще происходит с человеком, почему он там теряет сознание. А там времени нет, и буквально несколько секунд принять решение. Нет, несколько секунд. Хорошо, в чем причина появления такого огромного количества этих лжеврачей, лжекосметологов? И как клиенту, пациенту, как правильно конкретно в косметологии, как человеку, который хочет прийти и немножко скорректировать свою внешность, красоту, может быть, омолодиться, как ему узнать, кому он пришел, что проверить, какие документы просмотреть, проанализировать? Ну, для начала неплохо было бы понять, куда он пришел. Потому что если он пришел в какую-то квартиру, то давайте, наверное, не будем ждать там качества и хорошей медицинской помощи. Поэтому я за то, чтобы люди кололи свои лица все-таки в клиниках, либо в учреждениях, где есть медицинская лицензия. Ну, это первое. А второе, действительно, нужно удостовериться перед вами доктор, либо медицинская сестра тоже подходит, потому что если это косметологическая медицинская сестра, она с назначением врача тоже может выполнять косметологические процедуры. Это тоже важно знать. Поэтому вы спрашиваете диплом, какое образование. Ну, обычно там сертификаты, может быть, они весят в кабинете, там все сразу же становится понятно. Вы смотрите, как разговаривает с вами доктор, как он консультирует, какие он термины употребляет. Потому что если не прозвучало ни одного медицинского термина, наверное, стоит насторожиться. Ну, и как бы это банально не было, нужно смотреть примерно на стоимость процедуры. Потому что вы должны заранее узнать, сколько плюс-минус стоит процедура. Если вы пришли, и вам называют цену в 2-3 раза ниже, надо задуматься, значит, эта процедура стоит ниже, чем себестоимость препарата. Значит, вам что-то, наверное, не то будут вводить. Вот по таким маркерам, мне кажется, можно понять. А вот с дипломами даже у меня на практике была история, когда человек говорит, вот мои дипломы, они совершенно в доступе, вы можете все посмотреть, проверить. Это происходит в кабинете. Но по факту выяснилось, что дипломы были просто распечатаны на качественной бумаге, они никакого отношения к действительности не имели, и человек был вовсе без образования. Как вот этот момент переломить, как понять, находясь уже в кабинете? Нужно уйти и сказать, я пойду подумаю, а самим как-то проверить в какой-то базе, все-таки лицо здоровья-то очень опасно. Согласна. Но если вы пойдете в клинику, вы точно себя обезопасите от этого, потому что в клинике работать шарлатаны не могут. Мы, принимая на работу, естественно, проверяем всю документацию. Фальсифицирована она либо легальна, поэтому я за то, чтобы вы кололись в клинике. То есть невозможен такой случай, когда арендуется кабинет в клинике, может быть, с именем даже, и там какие-то недобросовестные... Если есть медицинская лицензия, то невозможно, потому что штрафы за такие вещи, они колоссальны, и ни один руководитель не пойдет на такое, на такой подлог, потому что, ну, это вплоть до уголовной ответственности. Я не думаю, что вас так могут обмануть в клинике. Ну, то есть первый признак, и как-то момент, где себя обезопасить, мы приходим в клинику... И смотрим медицинскую лицензию. Медицинская лицензия обычно висит на стенде потребителя, то есть там, где вот прайс указан, директор, вот эти все данные элементарные, там же будет висеть медицинская лицензия. Ее номер вы можете посмотреть на сайте Росздравнадзора. Ну, как бы, есть такая клиника, или это тоже подделка? Да, вот года два назад была история, когда несколько предприимчивых молодых людей, по-моему, в Московской области, организовали клинику, и совершенно без какого-либо образования зазывали пенсионеров, и оказывали им терапевтические услуги, и брали огромные деньги с них. Ну, вот на сайте Росздравнадзора вы можете проверить эти данные, конечно. Мы с вами говорили и начали говорить о препаратах, а как проверить их легально, скажем так? Да, это, кстати, очень хороший вопрос, и он острый на данный момент, потому что много фальсифицированных препаратов. И, например, вот у меня активный Инстаграм, и я такой, скажем так, желаемый доктор для вот этих вот всех нелегальных организаций, да, и они мне в Директ скидывают по 2-3 предложения в день о том, что можно купить у них филеры гораздо подешевле. И, ну, я, конечно, это все в блока игнорирую, иногда у меня такое игривое настроение, я начинаю с ними переписываться, спрашиваю, а почему? И каких только там отговорок не придумывается, и про то, что он там не растаможенный по этому, и про то, что это с завода, но он просто немножко там, этикетка бракованная по этому. Ну, то есть, вот для докторов тоже ценная информация, вы должны понимать, что тот, кто хочет вам продать это, он придумает миллион историй, правдоподобных, почему дешевле. Но нужно покупать препараты у дистрибьюторов, у легальных представителей этих препаратов, тогда проблем не будет. Но это что для врачей? А что для пациента? Вы, приходя к доктору, должны обратить внимание на то, как скрывается препарат, потому что почти все препараты, они одноразовые. То есть, вот в нашей клинике принято так, что доктор демонстративно перед пациентом открывает коробку, показывает ему название препарата, вскрывает. В коробочке находятся два стикера. Один стикер должен обязательно быть вклеен в медицинскую карту, потому что мы введем вашу карту и должны знать вашу историю болезни. Ну да, историю инъекции. Конечно. А второй отдается вам. И вы можете либо сфотографировать, чтобы он остался уж точно у вас, либо там в паспорт кто-то кладет, собирает, либо книжечки специальные заводит. Ну так вот, и на этом стикере написано название препарата, написана срок годности этого препарата и серия. И вот по этой серии вы тоже можете отследить, что он, ну, правильный, качественный. А одна из компаний, ну я не буду называть имена компании, вообще пошла еще дальше, они так здорово сделали, они сделали QR-код на упаковке. И сейчас делают приложение, чтобы можно было отследить. Отследить, да. И там прямо высвечивается, что там прозвину в Америке где-то, ну, на заводе. Если специалист распечатывает за спиной, имеет ли клиент право, или, не знаю, или просто эта рекомендация, попросить это делать пиатчеловеком? Конечно. Я вам настоятельно рекомендую это делать. Это не обидит доктора никогда. Это наоборот, ну, даст ему возможность показать, что да, я калю правильные препараты. А если наоборот что-то не то, человек занервничает как-то, выдаст своим преждением. Если он смутился, то я бы даже встала и ушла. Это ненормально. Екатерина, а как вообще вот своего доктора выбрать? Вот проверили мы все дипломы, все в порядке. Но вот что-то не то, например, не знаю, в общении, что-то подсказывать, что лучше не колоть, или там свое лицо не доверять на какие-то пилинги. Все-таки это какие-то процессы, они потом невозвратные. Вот что сделать? Не слушать свой внутренний голос? Или послушать? Я поняла, да, ваш вопрос в целом. Я могу вот рассказать в общем, как выбрать своего врача. Ну, я вам советую, конечно, соцсети сейчас очень помогают, потому что там вы можете отследить не только работы врача, но немножко кусочек его жизни, чтобы понимать, ваш это специалист или не ваш. Это же тоже важно. Мы с женщиной приходим не только за красотой, мы приходим за общением, чтобы нам было комфортно, душевно с врачом взаимодействовать. Вот, и отследив его в соцсетях, вы понимаете, что эти работы нас устраивают. Но тут есть небольшая другая проблемка, что есть фотошоп. Вот, и, конечно, полагаться только на соцсети не стоит, потому что сейчас так фотошопят, что там результаты лучше, чем у хирурга получаются на фотографиях. Поэтому следующий этап. Приходите на консультацию. И далее на консультации, а потому как общается доктор, вы уже поймете, достаточно ли он опытен или неопытен. Потому что, если он дает развернутую ситуацию, и не говорит вам просто, сейчас я уколю губы и все, а вот рассказывает все в вашем лице, значит, уже есть какой-то опыт у него, и можно довериться. И последний момент. Вы смотрите, как выглядит сам доктор. Ухоженный или неухоженный. Это тоже, это тоже, да, обязательно. Нравится ли вам этот врач внешне? Потому что мы работаем в такой сфере, она медицинская у нас, но она еще и субъективная. Красота у всех своя. Своя шесть. Да. И кто-то вот видит вот огромные губы красивыми. То есть понимание должно быть, совпадать. Да. Она правда любит большие губы. Есть врачи, которые тоже любят большие губы. У нее самой такие, она и уколит их, да. Они будут довольны ходить вдвоем, любить друг друга. А вам, может быть, этот врач не подойдет, потому что за естественность, натуральность подчеркивает свою красоту. Вот такого врача и выбирайте. Подытоживая нашу беседу, все-таки мы приходим в клинику. На что мы должны обратить внимание, когда мы пришли именно в организацию? Вот уже в клинику. Ну вот да. Я еще раз повторюсь. Смотрите, есть ли медицинская лицензия. Она должна висеть на стенде. А если вдруг этого нет, спросите, где же этот заветный листочек, чтобы вам объяснили, показали, что да, тут можно колоться дальше. Ну, тут, я думаю, еще зависит от того, насколько вам комфортно вас встретили, насколько чисто там. Если у клиники есть медицинская лицензия, там будет чисто. Потому что столько в... Есть приказ 381Н по оказанию помощи в профиле косметологии. И там такой перечень всего, что должно быть в косметологическом кабинете. Рециркуляторы, стерилизаторы. То есть там точно это все будет чисто. И вы можете не беспокоиться за какую-то инфекцию. Вот, то есть обращайте на это внимание. Ну и, конечно, как выглядят докторы, как они с вами общаются, насколько профессионально это все. Екатерина, сейчас лето. Это многие говорят о том, что в сезоны разные. Это осень, зима и лето. Это должны быть какие-то разные процедуры. Что вы порекомендуете летом? Как за собой поухаживать? Вот не радикальные какие-то моменты, а именно уходовые. Да, то есть летом нам очень радикальные моменты и не получится. Потому что вся аппаратная косметология, которая связана с достаточно серьезной реабилитацией, она делается в период отсутствия солнца. Поэтому сейчас мы действительно просто ухаживаем за собой. Мы делаем такие процедуры, как мезотерапию, биоревитализация, то есть чтобы увлажнить нашу кожу и немножко ее подстимулировать, чтобы она не так увидала в солнечных лучах. Но вот в Москве дождливое лето, солнца не так много, но значит повышенная влажность. Повышенная влажность может вызывать закупоривание пор, и могут возникать какие-то элементы высыпания. Ходите на очистки ультразвуковые, есть уходы, которые тоже немного истончают поверхностный слой кожи, что позволит коже дышать. То есть летом я за уходы. Но единственное, тоже могу посоветовать, что обычно перед летним сезоном делаю такие процедуры, как ботулинотерапия, потому что очень активное солнышко заставляет нас свою мимику... И закладываются новые морщины. Да, да. Чтобы этого не происходило, вы делаете перед летом и спокойно ходите с молодым лицом. Можно ли к вам прийти, просто посоветоваться, пообщаться, что-то вы порекомендуете или наоборот отговорите от чего-то? Да. Вы знаете, если ко мне приходит пациент, клиент и просит то, что ему точно не пойдет, то есть что-то слишком гипертрофированное или дань моде какая-то, я все очень четко ей изложу, что это делать ей не рекомендуется. Я могу даже не взять этого пациента, потому что если она откровенно себя хочет уродовать, то это преступление против здоровья и красоты человека, делать я это не буду. А так вы, конечно, можете подойти ко мне на консультацию. Всегда мы с вами пообщаемся. Я расскажу вам, что лучше для вашего лица, что делать не стоит. Вы сделаете свои выводы. Я думаю, спокойно, с открытым сердцем вступите в наш прекрасный мир косметологии. Екатерина, благодарю вас за советы, рекомендации. Я желаю вам хороших, адекватных и добрых клиентов. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Молния». Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...